Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Медиа-менеджер, член направления информационного агентства «Лето», Юрис Менджин, что у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Ну да, вот так я коррупцию подвела. Наш гость испуганно посмотрел. Но к тому, что люди, которые работают в средствах массовой информации, информационных агентствах, конечно, эта тема особенно в последнее время активно обсуждается, поэтому, конечно, об этом мы сегодня поговорим. И телефоны прямого эфира сразу допомним вам. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны прямого эфира. Да, ну и вы можете писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну а вот я начал с календаря, листая календарь, мы отмечаем какие-то даты, события, это информационные поводы, может быть, лишний раз, может быть, поставить какой-то материал про актрису Джуди Денч рассказать, или там про Джона Малкович, или про компьютерную мышь, потому что я вот буквально с утра посмотрел, очень много было на разных информационных сайтах, вот какие-то любопытные факты о компьютерной мыши. Скажите, вот для вас календарь это как информационный повод, вот насколько вы следите за ним, что именно вы выбираете из календаря, если вы говорите об информационных поводах? Давайте наоборот. Во-первых, мы не исследуем календарю, мы его создаем. Во-вторых, именно этот календарь является основной ниточкой или средством для планирования работы очень многих структур, как в государственном секторе, так и в частном секторе. Потому что, во-первых, в календаре забиваются те вещи, которые запланированы вперед, и тогда люди просто отслеживают, во-первых, есть ли смысл делать вам свое мероприятие именно в тот момент, и во-вторых, есть ли смысл уделять этому внимание после того, что там все произошло. Так что календарь это один из самых мощных инструментов, которых мы создаем, и ими пользуются наши клиенты и партнеры, скажем так. У вас очень-очень большое количество вот этих новостей, и календарь тоже у вас, ну вот заходишь как журналиста, да, вот что, о чем там завтра, через неделю, куда отправляются там операторы, журналистов, и просто разбегаются глаза, потому что очень, ну очень много всего. Как вы все успеваете? Насколько это большой штат, количество людей, ресурсы? Общее число людей у нас порядка 120. Это меняется из проекта на проект, потому что у нас есть не только новостное производство, а также всякие другие вещи. Дигитализация, мы занимаемся этим искусственным интеллектом, мы участвуем в разных европейских проектах, мы занимаемся мониторингом, мы занимаемся фото, мы занимаемся видео и прочим всяким разным вещам. И у проектах есть такое свойство, они начинаются, но иногда и кончаются, и когда они кончаются, у нас число людей, естественно, меняется. Если мы говорим про объем новостей, то он не так уж велик. Я посчитал, в пятницу у нас было порядка 150, немножко 200 новостей на латушеском языке, ну про Латвию, плюс где-то, не знаю, 50-70 про другие страны на латушеском языке, ну и плюс объем на русском и на английском языках. Потому что мы работаем в одной сети с агентством Байонез, которые работают в Литве и в Эстонии, и чтобы они получили бы новости про то, что здесь происходит, мы их переводим на языки, понятные для них. И также мы получаем новости из Эстонии и из Литвы, соответственно, на русском и английском языках и переводим их на латышский. Но Байонез это как бы наше самое близкое партнерское агентство, но это не единственный наш друг и партнер, у нас есть такие же отношения с другими агентствами, с польским агентством ПАП, мы используем Ройтерс, мы используем Франспресс, мы используем много других всяких источников, и все они присылают нам вот этот контент, мы его переводим. Те вещи, которые кажутся нам интересными. Так что, если сказать так просто, объем новостей, если там добавить все те вещи, которые нам приходят из партнерок, ну там будет много тысяч новостей, это же, ну потому мы сделали, мне кажется, хороший интерфейс, где можно более-менее понятно разобраться, что где, когда и почему. И тогда все, жизнь становится гораздо легче. У меня вопрос все-таки, вот возвращаясь к календарю, как попасть в этот календарь, потому что понятно, что, как вы отбираете, потому что одно дело, ну предположим, юбилей, вот юбилей у человека, вот что, чем должен быть интересен человек, чтобы он попал, вот было что-то, это должен быть, ну вот выдающийся, но чем вот выдающийся? Вы знаете, это два разных календаря. Один календаря, вот именно то, что вы говорите, там какие-то celebrities, которые попадают туда, это одна история. Но другая история, я говорю про немножко другие вещи, ну например, если будет утверждена дата точно, что неочередные выборы Рижской думы будут 29 и 8 февраля, 29 февраля, ну тогда мы забьем эту дату в календарь, и всем будет ясно, что в этот день будут выборы. То есть такие вещи просто, ну они сами определяются, когда она будет происходить, наша задача просто их зафиксировать. Есть вот, я как историк знаю, что оценка событий очень часто меняется, вот когда в летописях там, например, там писали, что ну вот любые события, связанные с монархом, там вот он встретился с таким-то человеком, а вот историков сейчас, может быть, волнует какая-то повседневная жизнь, и мы ищем вот судорожно, вот что же происходило, там вот какие-то события, там экономики, там политики, но может быть не такого уровня. Вот как вы к этому относитесь, потому что историков, может быть, будет волновать даже не перевыборы в Рижскую думу, а будет волновать, ну не знаю, комический случай, какого-нибудь беспорядка, с которого потом, вот может быть, что-то началось. Интересный вопрос, ну тогда нам надо немножко возвратиться к сущности средств массовой информации, какие они есть. Если очень грубо я бы разделил, я их разделил на две части. Одни это, как это, субъективные, другие это дескриптивные. Дескриптивные это те средства массовой информации, которые просто фиксируют ситуацию, но не дают никакой эмоциональной добавочной стоимости, скажем так. Мы работаем именно так. Из-за этого, ну конечно, мы, может быть, не самый лучший архив эмоциональных или таких ежедневных вещей, которые касаются людей на улице, скажем так. Потому что, ну, мы не очень будем писать о том, как чувствует себя гражданка в общественном транспорте, там, из Кенгаракса в центральный рынок. Ну, нет. Если там будет изменяться цена проезда, о чем и сообщили уже про международные автобусы и поезда, об этом мы, конечно, будем сообщать. Но, опять, мы будем сообщать про факт, мы не будем сообщать про ощущения. Ну, это такой жанр. А про ощущения тоже к нашим друзьям в мейнстрим-медиа, там, к Делфи и к ТВН. Ну, вот вы сказали, что стараетесь быть беспристрастными и вот эту субъективность не включать, но при этом есть такой момент, когда русскоязычные и на латышском языке, и на русском языке новости, да, если почитать, например, на русском ленту, достаточно часто встречаются оценочные моменты какие-то. Например, там, про концерт Тимати, что там про кремлевский исполнитель будет, или там про Владимира Лендермана, что вот там про кремлевский, ну, не пропагандист, но вот что. Какая-то оценка все-таки дается. Вот эти решения, это вы по сводке действуете, или какую-то свою оценку уже основываясь на, не знаю, общественном мнении, на мнении там правительства еще кого-то? Вы знаете, мы стараемся все-таки не давать свою оценку. Ну, факт такой, если господин Ламбергс, он осужденный, особенно в тяжелых криминальных преступлениях, так он такой факт есть. Кого-то, может, это не нравится, но не нравится, может, нравится. Но, в принципе, факт такой, что он есть осужденный, особенно в тяжелых криминальных вещах. Ну, мы иногда делаем такой бэкграунд. Мы можем этого не делать, но просто, ну, это факт. Так это, когда у него некоторые, ну, там, эти судебные процессы оканчиваются у него пользу, мы так и говорим, что вот такой процесс окончился у него пользу. Но давать, вы знаете, а вот это так плохо или так хорошо, потому что, ну, там, руководитель определенного города в Латвии, там, такой-то обсужденный, ну, мы это просто не занимаемся. Зачем? Просто люди сами обсуждают. Кстати, есть очень интересная вещь, если можно такую маленькую реплику. Есть такие, есть целая книжка очень красивая про ошибки мышления. Ошибки мышления. Это такой интересный контекст, про который есть смысл задумываться. Например, если мы подаем новость, сначала умер король, а потом умирал королева. Ну, это одна вещь. Если мы даем контекст, король умер, а королева не могла пережить это, и потом тоже умерла. Ну, в принципе, суть-то та же самая, только с торой немножко другой получается. Так люди почему-то очень хорошо воспоминают вот эти вторые истории, хотя бы там никто не доказал, что есть такая, ну, связь. Так мы стараемся эти связи не давать, мы стараемся давать факты, а вы уже сами делаете связи. По поводу вот еще, раз мы русскоязычную ленту новостей ваши уже затронули, каким способом выбираются то, что переводить? Это редактор сам решает, или это есть какая-то у вас повестка дня, что вот там, или, ну, вот как-то важность новости, новости, она все равно, и да, есть, несомненно, там, приняли бюджет, это всегда будет красная новость, но вот помимо этого, там, количество утонувших, ДТП, какие-то вот такие вещи? Ну, там два-три правила. Первое, понятно, что, ну, то есть, надо посмотреть на наш портфель клиентов. Там часть из него средства массовой информации, часть – это государственные структуры, министерства, государственные компании, третья часть – это банки, большие корпорации, и четвертая часть – это пиар-компании, которые отложивают там те или иные клиенты. Ну, так вот, из этого всего портфеля новостями русской лентой пользуются определенные, очень конкретные секторы – это русскоязычные средства массовой информации и наши друзья вне Латвии, то есть агентство БНС и, может быть, другие еще партнеры. Ну, то есть, мы смотрим, что могло быть бы им интересно. Ну, это, конечно, не… Ну, да, там мы не можем совершенно отделиться от вот такой субъективности немножко, но это, да, это более-менее решение редактора. То есть, основные вещи – вот правительство на месте, кажется, до сих пор Рижская дума не очень на месте, евро до сих пор у нас в силе, мы в шенгенской зоне, то есть визу вам не нужно покупать, ну, налоги пока те же самые, ну, а все остальное – это уже, как бы, билетристика немножко. Вот, возвращаясь, может быть, к оценочной стороне новостей, вот как вы относитесь вот именно к подаче вот, ну, знаменитая речи Цицерона в заговор Катерины, когда ведь это, ну, он использовал такой несколько демагогический прием, когда он говорил, я не буду говорить о том, что Катерина, значит, там взяточник и негодяй. Нет, об этом я не скажу ни слова. И уж, конечно, я не буду упоминать, что он совращал своих дочерей. Это тоже там, я об этом не говорю. Но вот где вот этот момент какого-то бэкграунда, который может быть доказуем или не доказуем? Вот мы когда, приводя новости, должны вроде дать бэкграунд, но опять-таки в этом бэкграунде что мы из него извлекаем? Потому что можно ведь, как говорил еще Владимир Ильич Ленин, что вот извлечение фактов – это уже есть субъективность, какие мы факты берем, а каких мы умалчиваем? Об этом мы можем очень много декутировать, но тем не менее, я думаю, что есть какие-то основная база там, не знаю, фактов, которые просто помогают понять, в чем разговор. Ну, если мы говорим про определенный банк, ну, и он там, не знаю, в убытках сейчас, ну, тогда мы даем какие-то цифры из прошлого, когда же он был в прибыли, а потом, когда был в убытках, и как у них там, может быть, правение менялось. Такие более-менее сухие, ну, конечно, можно отобрать это все, но опять, если мы, ну, смотрим уже немножко шаг в будущем, то я думаю, что вот эти роль бэкграундов будет все больше и больше снизиться, потому что, ну, у нас есть такие вещи, как Data Mining, которой Guardian очень много занимается, и при вот таких использованиях, случаях использования Artificial Intelligence в обработке новостей, вы можете подобрать ваш бэкграунд быстро, с парой щелками мыши, самостоятельно, и получить ту картину, которую вы хотели бы. И, кстати, вот это и есть одна из наших таких задач в этом году, чтобы мы действительно хотим не просто писать рукой эти бэкграунды, а пустить там вот этот Artificial Intelligence в наш архив, чтобы он подобрал те материалы, те данные, которые касаются определенной личности, и дали вот какую-то фоновую информацию, ну, то есть совокупление фоновой информации про то, что это может быть, о чем. И тогда человек может сам выбрать, что именно от этого всего ему интересно, а что нет. А искусственный интеллект, он не может симпатизировать какой-нибудь партии, условно говоря? Нет. Ну, искусственный интеллект, я буду очень-очень упрощать это выражение, но это, в принципе, два-три параметра. Первое – это соотношение беженобазных данных, второе – это свойство учиться, и третье – это вот создать эти, как бы, не просто напрямые, а также косвенные отношения между глаз данных. Ну, самый простой пример – это переводчик. Вы даете один список слов, там, ну, не знаю, на латушеском языке, другой список слов на китайском языке, ну, окей, на эстонском, и он находит вот эти связи между этими словами так, как научили его. А там не про то, что это, может, какой-то партией был лучше или хуже, просто перевод есть такой. Если он неправильный, его надо учить, чтобы он был правильный, ну, и все, это и есть свойство искусственного интеллекта, что он учится. То есть эти связи между записями базы данных, он просто учится делать правильно. Но он умеет… А он не дает оценку, хорошо или плохо, он просто дает… Ну, вот при переводе, вот, например, классический тоже пример из русского языка, который сводит с ума иностранцев, косил косой, косой, косой. То есть вот… Извините, я иностранец. Вот это… Да, нет, очень много таких примеров, которые не разобраться без какой-то… Коса, может быть, и коса человеческая, и коса песчаная, да, там, и косой, это, в принципе… Ну, это, потому я и говорю, что вот это не просто связь между двумя записями, это, это, там, может быть, дополнительные всякие факторы, которые мы даем машине знать. То есть это контекст. Ну, дзинтерс, это может быть тот, который райвис, это может быть тот, который сейчас обанкрутился, или может быть тот, который иногда взрывается на ЛЭП-ском, в море. То есть надо смотреть контекст, если там есть слово райвис, то наверняка это из национальной партии. И если это господин Герчиков, то наверняка это тот, который, ну, некоторое время назад делал парфюмерию. Ну, то есть, опять же, мы пускаем туда некоторые опознаватели, вот такой синтетической, между, так называемыми, сантитэизм. И если там в определенном, ну, расстоянии между этими сим, ну, группами символ есть какая-то связь, тогда наверняка мы даем знать, что это коса не та, которая, ну, смерть ходит вокруг, а та, которая девушек, ну, на голове. Я напомню, что медиа-менеджер, член управления информационного агентства ЛЭТа Юрис Менджин, что у нас в студии, можете звонить и сдавать свои вопросы. Уже есть звонки, да, мы попросим вас. Надевайте наушники, да. Здравствуйте, пожалуйста. Да, доброе утро. Алексей, меня зовут. Вот абсолютно правильно говорит гость, вот, что нужно информацию подавать без всяких купюр, без собственных мнений, это без всяких разных, но вот еще один момент хотелось бы, чтобы очень подробно осветил гость. Есть такой прием, который очень часто используется в СМИ, это просто тупо новость на 2-3 дня куда-то пропадает. То есть ее вообще не говорят. То есть она приходит к тому запозданием и не является актуальной. И такие случаи были, я вот слышал по латвийскому радио 4, таких случаев очень часто случались такие. Спасибо. Спасибо. Ну, здесь речь идет, я понимаю, что манипуляция с тем, чтобы придержать новость или, наоборот, дать ее как можно быстрее. Окей. Ну, там две вещи. Первое, там надо разобрать, где эта новость пропала. Если мы это не сделали, ну, тогда мы тоже люди, мы иногда ошибаемся или какие-то редакторы, может быть, что-то пропустили. Такое бывает, редко, но бывает. Там есть двойной или тройной контроль, но, в принципе, человеческого фактора мы не можем избежать. Но мы не являемся конечной инстанцией для так называемого main user. Как это по-русски? Это в конечной пользователе. Да, в конечной пользователе. Надо понять, что мы являемся поставщиком информации, тем средством массовой информации, которое является mainstream. В результате вот то средство массовой информации, которое дает новость или информацию, или сообщение, или opinion, или что-то еще для end user, так оно и разбирает, что продавать, что нет, и почему именно так делать. И тогда, может быть, да, там могут быть всякие принципы отбора информации, а также у них есть свой, ну, скажем так, коммерческий интерес, может быть, они, может быть, не знаю, неделю работали на каким-то features и сделали отличную статью, я не знаю, про новости из устанувшей Эстонии, может быть. Они там неделю работали, получили очень много, положили там очень много ресурсов, и им это важно, чтобы все это прочитали, потому что это делает, не знаю, brand awareness, что-то такое. Ну, и они какие-то новости поставили background, это понятно, а это их политика, но мы так не делаем, мы просто, ну, как бы, станок, который производит новости и подает им нашим клиентам, скажем так. Вот по поводу станка уже, я хотела про искусственный интеллект, но раз уже затронули эту тему по поводу манипуляций, вот эти, кто, сдерживание новостей или не сдерживание, у нас журналист Лат Лапса был в нашей студии, да, уже так, уже по взгляду вижу, не самая, может быть, приятная тема, и говорил он, ну, прямо, можно сказать, что обвинял и открыто говорил, что, да, есть какие-то действия, ну, манипуляции какие-то, это та же новость, например, про врачей, в общем-то, не очень интересно, а об агентстве вашем отзывался, что вы можете на этот счет сказать. А скажите, вы уделили некоторое внимание, на какой доменной зоне он работает? Господин Лапса? Да. Ну, все мы знаем, наверное, про Петеком, да. А почему он работает в зоне Ком? Ну, это, наверное, надо, наверное, Лапсе вопрос перетарисовать. Нет, ну, нормальный вопрос, а почему он это делает? Скорее всего, потому что в Латвии запрещен. Потому что, наверное, он не хочет судиться, правильно? Если человек не хочет судиться, то есть он не очень-то хочет отвечать за свои слова, зачем я должен уделять ему энергию или про него думать вообще? Ну, вот я сейчас буду немножко, может быть, дерзкий, но вот Коко Шанель – это отличное там выражение. Вы думаете о меня, что хотите, я о вас не думаю вообще. Ну, извините, но сейчас в этом контексте это мое отношение к господину Лапсе. Хорошо, если не про господину Лапса, а про конкретный факт, когда и, ну, перед забастовкой врачей, самой первой, которая была несколько недель назад, и перед принятием бюджета, были разговоры о том, что были вбросы, это не только там господин Лапса говорил, обращали внимание на это и там тоже ЛТВ, что есть вот эти новости, которые почему-то появляются прямо перед тем, как вот этот пикет от принятия бюджета должно было быть. Это были новости про коррупцию в сфере здравоохранения и новость про зарплату в более чем 6 тысяч евро. Вы в тот момент тоже действовали, просто давали информацию? Ну, там было не 6, а 39 тысяч евро, мне кажется, у кого-то, но это не была наша новость. Это другие средства массовой информации выкопали. Ну, мы, как бы, таким ГАСЭПС не очень занимаемся, и, ну, там, я очень извиняюсь, но размер задницы карзашьяна, это, как бы, не очень в нашей повестке дня. Также вот такие зарплаты тоже не очень. Да, есть средства массовой информации, которые на этом делают свою аудиторию, это понятно. Ну, любое, любое оглашение такого вот, скажем так, крупного размера зарплаты, даже в любом контексте, я думаю, была очень читаемая такая новость. И понятно, что перед вот такими, ну, публичными скандалами или вещами, которые, ну, раздражают все общество, как положение врачей, это, конечно, очень хорошо прозвучало бы. И не каждая медиа может просто воздержаться от вот таких легких кликов. Но на лете же тоже было это... 39 тысяч вопросов, что не было. 33 тысячи, да, была бы. А, ну, может быть. Была. Тогда надо смотреть контекст, почему? Потому что, ну, опять, это, если не ошибаюсь, был какой-то один конкретный случай, и там какой-то врач, там, получилось так, что он там... И причем это не был типический, там, терапевт, там, какой-то там, не помню, то ли этот хирург, ну, как их, который занимается красотой. Пластический хирург. Пластический. Что-то такое, мне кажется, было. Но это же не типические случаи, да, каждый может понять, что... Скорее исключение справа. Да, это опять, вот, одна ситуация из той же самой книжки, которую я упомянула. Это типические ошибки мышления, что вот мы выбираем факт из контекста и уделяем его неадекватный объем внимания. Но это же не характеризует общую ситуацию никак. Но все равно же это создает некий фон. Опять, мы работаем с этими ошибками мышления, или мы просто, ну, как бы... То есть, хороший вопрос, а вот агентство должно быть терапевтом общего, как бы, разума, общества или нет? Мне кажется, что не очень. Это, кстати, еще один вопрос. Вы следите за... Так как вы, ну, очень большое агентство, и количество людей, и то, что вы занимаетесь какими-то технологиями, это тоже всегда такие первопроходцы, и похвально всегда. Насколько вы отслеживаете привычки потребления? Потому что кто-то говорит сейчас, что такое у нас клиповое мышление, мы читаем первые три строчки, потом не читаем, кто-то наоборот говорит, что интереснее какие-то большие материалы с бэкграундом, тем самым, о котором мы говорили. Что вы можете сказать, насколько сейчас какие-то привычки изучаете ли вы их? Мы немножко специфическая структура, потому что нам вот этот объем кликов, который для мейнстрима очень важен и не очень важен. То есть есть новости, которые прочитали пять читателей. Ну, один из президента Натиляра, второй из Кабинета Министров, третий из, там, не знаю, Министерства экономики, четвертый из Министерства финансов, пятый из Генеральной прокуратуры. То есть они пять, вот это какие-то стейкхолдеры по определенному, ну, тема, тема, по определенной тематике. И мне важно, чтобы они вот эту новость прочитали, и не то, чтобы были в курсе дела, а, ну, если нужно, то могли бы дать какой-то дополнительный комментарий нашим журналистам. То есть нам другая бизнес-модель, мы не смотрим, ну, сколько кликали, там, каждую новость. Если бы мы это смотрели, то я уже сейчас знаю, там, номер один были все криминалы, и потом все спортивные новости. Ну, это очень просто. Насколько легко журналистам агентства Лето, или сложно, ну, вот мы просто, как сами журналисты, бывает иногда сложности достать какой-то комментарий. У вас, вам все дороги открыты? Вы все-таки, у вас имя такое громкое. Можете ли вы позвонить там президенту, там, через 5-10 минут уже получить его какой-то комментарий или интервью? Да и нет. Если это актуально, если это нужно, тогда мы, конечно, будем звонить Айве Розенберге, которая там управляет средством отношения президента к средствам массовой информации. Я думаю, что это всевозможно. Если человек не хочет говорить, и такие случаи были, и это вполне нормально, особенно из коммерческих структур, и если там еще какая-то проблематика, тогда, конечно, иногда не хочет. Ну, это непонятно, но ты упустил свой шанс. Это же нормально. У каждого свой выбор свободный. По поводу искусственного интеллекта еще хотелось бы вернуться и новых технологий. Насколько вы, есть что-то, чем вы гордитесь, что вы за последние там несколько лет, например, ввели, что сделало жизнь журналистов легче и эффективнее работу структуры, какое-то вот то, чего до этого дня там не использовали, может быть, какие-то особые фильтры. Ну, вот именно по новым технологиям что-то интересное. Ой, я здесь очень много могу говорить. Ну, во-первых, надо понять, что любой вот такой проект, у него есть некоторые стадии. Это одна из стадий – это научная. Вторая стадия – это смотреть, это можно поставить продакшен или нет. И третья уже поставить продакшен, между научной стадией продакшен, там, миллионы денег и года времени. То есть мы сейчас как закончили проект Сума из Horizon, это европейский фреймворк. И там очень много вот этого искусственного интеллекта, так он сейчас закончен в стадии этого научно-исследовательной, так можно сказать? Да. Ну вот, и часть из этого мы внедрили в иностранных новостях, чтобы… ну, там идея, давайте я немножко опишу. Сума – это ящик, где подключены очень всякие разные средства информации. Причем не только письменные, а там технически может быть и телевидение, и радио через ISR, это Automatic Speech Recognition и Text-to-Speech. И тогда, ну, если человек смотрит на общую картину, то там можно видеть, что вот этот интеллект выделяет определенные тематики, которые сейчас очень яркие. Актуальные. Да. И причем он просто смотрит некоторые там ключевые слова, смотрит их какие-то отношения, смотрит это случайно или нет, ну, или это тренд. Если тренд, тогда он добавляет там ценность вот этому квадратику, где написано, я не знаю, там, нападение дронов на нефтяные, знаете, добыть, как это, где добывает нефть, там, в Сирии или где-то еще там было. Ну, это был очень большой тем, потому что все о нем подписали, это некоторое время были очень актуальные вещи на мировом, на мировой сцене. Ну, вот, и тогда мы берем вот эти вещи, можем туда вкликать, смотрим, какие средства, какие источники там подавали вот эту информацию, и если нам это интересно, мы можем опять нажимать кнопку, там, через автомат переводить это и получить уже новость. Конечно, она, ну, делана роботом, ее надо там отредактировать и так далее, но, в принципе, вот такой инструмент в руках наших редакторов иностранных новостей сейчас уже имеется. Хороший он и плохой, это другая история, мы об этом можем очень долго говорить, потому что, ну, в принципе, Ройтер с руками-то, ну, более-менее почти все сделал, потому что он, ну, они не дураки, они сами собирают те вещи, которые сейчас более-менее интересны на мире, но вот такая вещь у нас есть. У нас есть еще вещь, что мы, например, ну, сейчас собираем телевизионные программы, записываем их на сервер, там, из сателлита, и потом пускаем этот text-to-speech recognition и сделаем индекс. И хорошо то, что вот вы в этом телевизионном канале можете искать определенные ключевые слова уже в историческом разрезе. А этого не было. То есть, если вы смотрите архив Владимирского телевизионного, то ничего такого нет. Вы не можете найти там сюжет, который пятилетной давности. Ну, мы сейчас не можем предложить пятилетнюю историю, потому что мы начали записывать это все только летом, но какой-то архив уже образуется, и это очень интересно. То есть, по ключевому слову можно будет найти именно этот сюжет, вот прямо который… Да, и причем не только сюжет, а… Даже не зная дня, например, когда это… Ну, там есть некоторые варианты. Вы можете записать просто ключевое слово, вы можете записать ключевое слово и в промежуток времени, вы можете написать ключевое слово и какие-то еще параметры, и вы еще можете поставить какие-то параметры, когда у вас приходит alert на e-mail, и еще вы можете поставить какой-то аналитический тул, ну, то есть, если какое-то ключевое слово явно выпрыгивает из общего фона, тогда наверняка там что-то есть, там с ним что-то случилось, и на это надо уделять внимание. Обратить внимание. А по поводу человеческих манипуляций, вы сказали, что 2-3 вот этих контрольных этапа проходят новости, если это не рядовая новость про ДТП, вот жизнь новости, как она от и до того, как она попадает на сайт агентства «Лето»? Ну, новости там попадают довольно быстро. А другая вещь, что она почти никогда оттуда не пропадает, потому что это образует… Почти? Ну, почти это потому, что иногда бывают явные ошибки. Вот фейк, да, вот фейк-ньюс. Не фейк-ньюс, а человеческие ошибки, где кто-то не писал, понял, там, случилось, не случилось, ну, неправильно, ну, тогда, понятно, там нет смысла ее держать, но, в принципе, это, не знаю, раз год, может быть, уже бывает. А вот… Если не пропадает. Да. Как не попадает? Нет, потому что дальше с ней происходит. Как новость? Если это не новость там про ДТП, не сводка, например, от полиции, вот есть там какое-то интервью, вы вот про два-три фильтра, вы говорили. Это фильтры не те, которые, вот мы говорим, нет, это мы не будем публиковать, это мы точно не будем, а это мы точно не будем. Нет, ну, то есть кому-то сырой материал, кто-то делает дальше, или это один человек от и до должен закончить. Кто-то редактирует, может быть, при этом… Да, редактирует, просто это второй глаз, чтобы действительно избежать человеческих ошибок, и главное, самое главное, это фактовые, фактовые, ну, искажения, которые, ну, просто не понял цифру. Запустил ошибку в миллионах, там, если про банки, ну, пропустил какую-то фамилию, перепутал, чтобы не было вот таких технических ошибок, которые потом уже, ну, если попадут, не знаю, на Делфи, а там потом уже будет через Google это индексироваться, потом уже все, потом уже пространство будет зафиксировать в такой истории, как она есть. Вот это и есть. Ну, и дальше там, если это очень серьезные какие-то вещи, не знаю, про эти администраторы, про платежеспособность, что-то такое, ну, там рискованные вещи, то там есть главный редактор, ну, иногда мы с ним сидим и думаем, что же с этим делать все это, потому что, ну, там, возможность судебного процесса довольно велика, то есть мы идем на это или не идем. А часто у вас бывают все-таки такие вот ситуации, когда, ну, доходит до судебного процесса? До судебного процесса нет, но этими письмами мы обменяемся довольно часто. А вот... К вам или вы пишете? Ну, скорее всего, к нам. Самое популярное это, ну, если так уже про внутреннюю нашу кухню, тогда самое популярное это GDRP, это регула по защите частных данных. И там есть два параметра. Один это право быть забытым, и второе это журналистическое право, как бы раз, ну, иметь какую-то информацию про определенную личность. Но, как правило, люди, которые попали в не очень комфортабельные ситуации, просят нам, что они хотят быть забытым, и мы говорим, что, ребята, ну, вы как-то туда нам попали, не из-за того, что нам просто делать ничего, а потому что в то время вы были публичным лицом. Если вы были публичным лицом, то это такими остается почти всегда. Ну, и это часть нашей истории, извините. Как-то так. А вот очень важный момент. Соцсети как источник. Вот, предположим, вы видите, что в социальных сетях пишут о чем-то, что случилось, что произошло. Это надежный источник информации? Как он проверяется? Это мы от соцсетей напрямую таким образом не берем новости, но мы берем это как хинт, чтобы позвонить кому-то и спросить, это так или не так. Потому что иногда ведь бывает смерть известного лица, там, ну, вот пишут родственники какие-то, ну, то есть, вот что, да, вот скончался известный человек. Вот как это проверяет, то есть, это... Дональд Трамп даже дает последний новосток. Ну, это зависит от человека. Есть официальные сообщения, если это политики или какие-то актеры, там, ну, это зависит от человека. Но есть дистанция определенная процедура, как это все. То есть, вы дождетесь официально? Ну, да. Или будем звонить вот этим официальным каким-то источникам, которые опровергают или наоборот вот эту информацию, но, в принципе, мы... Ну, отдельная вещь, это у нас есть такой твиттер-обзор. То есть, если есть какой-то скандал, ну, я не знаю. Например, сейчас пошла полемика про новый логотип, там, ТВ-3. Ну, там было очень много всяких выражений. Мы их просто обобщаем. Это мы не даем никакую оценку, ничего. Мы просто вот люди так говорят. Но это понятно, что мы так и говорим, это твиттер-обзор и там список вещей, которые, как бы, там попадают. Так что там не должно быть никакого ложного показателя ветра. Это просто вот такой funny project. По поводу внутренней кухни, еще у нас совсем немного времени уже остается. Сейчас, когда общая доступность есть такая, понятное дело, что когда это информационное агентство, это подписка и какая-то плата, хватает ли на сегодняшний день, на ваш взгляд, ну, например, там, мы тоже являемся производителем контента, да, так как мы радио, и потом делаем какие-то новости. И, например, достаточно ли просто ссылки, как вы считаете? Или это должна быть договоренность между средствами массовой информации? Например, мы что-то берем с Delphi, даем на них гиперссылку, как бы, уважая, что это их материал. Или там, они, например, с нас берут, там, ссылая, что это радиоболтком. В общем-то, нам это все довольны, все счастливы, не надо никаких там дополнительных. Но есть средства массовой информации, которым им это недостаточно, они там считают, что надо эту историю монетизировать, и там просто ссылки уже не хватает. Как вы считаете? Это зависит от средства массовой информации, его бизнес-модель. Например, пресса, она у них, ну, любое печатное издание, у них есть три источника доходов. Это абонентские, это ритейл, это, как это, ну, киоска, где продали. Да, это продажа. То есть продажа. И если кто-то берет материал и ставит на веб, тогда вот этот компонент на продаже, ну, она пропадает. И тогда это есть какой-то cost of opportunity, о котором люди договариваются. Ну, там есть какие-то еще, может быть, благо, которые вот этот интернет-сайт или другое средство массовой информации может принести печатанному изданию, например, ссылки на его веб-сайт, которые тоже можно монетизировать. Надо понять бизнес-модель, надо понять, откуда средства массовой информации берет деньги и как вот эта ссылка его помогает или не очень. И тогда все становится ясно. Например, у нас есть бизнес-мониторинга, и мы договорились с большинством печатанных средств массовой информации, что мы им платим некоторую маленькую компенсацию, как бы за авторские права, но это не очень авторские права, это просто про то, что вот люди меняют свои привычки использовать медиа, и они хэппи, что вот наши мониторинговые системы не могут прочитать из газет эти статьи, которые им интересны. Мы платим некоторую сумму газетам и журналам, и за это они нам просто не дают, ну, дают PDF-файлы, которые ходят на типографию. То есть нам легче, не надо там сканировать. Им легче, они получают определенное вознаграждение, и с точки зрения вот законодательства мы чистые и белые. Ну, скажем так. Последний уже вопрос по поводу Вас и Вашей окупаемости. Насколько хватает вот этих абонентских, ну, то, что у Вас покупают, или это вот Вы сказали, что еще какие-то европейские проекты. Как выжить сегодня Вам, например, информационному агентству? За какие? То есть Вам хватает того, что Вы продаете свои услуги? Ну, мы, ну, если бы посмотрели наши право-таланс-стейтменты, там все хорошо, более-менее. Мы все время смотрим на диверсификацию доходов, мы смотрим на разные позиции, на разные продукты, на разные рынки, на разные доходы, в том числе вот эти европейские деньги тоже. И важно, что вот такая портфель сохранилась, потому что если какие-то секторы доходов уменьшаются, то мы смотрим, как их там, не то чтобы компенсировать, но где в мире деньги еще есть, и что мы можем сделать со своими ресурсами, своим знаниями, чтобы их получить. Так что, ну да, мы большая компания, и там много всяких аспектов, которые мы делаем, и много продуктов, и мы надеемся, что так и будет дальше. Спасибо, медиа-менеджер, члены направления информационного агентства «Лето», Юрис Мендж был у нас в студии. Спасибо. Спасибо вам за участие.